Увидеть на себе клеща – страшный сон для многих. Энцефалит, боролеоз, клещевой тиф – страшные, но не единственные болезни. Каждый пятый клещ может заразить несколькими инфекциями сразу, а потому лучше заранее подготовиться к возможной встрече с опасным врагом. Правило номер один – вакцинация. Бесплатная вакцинация – лучший способ предотвратить страшную болезнь, особенно если случаи клещевого энцефалита случались в вашем регионе. Прививку можно сделать бесплатно, если в вашей области высок риск заболеть. Или платно – в любой профильной клинике. Для долгосрочного иммунитета клещевому энцефалиту потребуются три инъекции, а кратковременный появляется через две недели после второй вакцинации. Первая вакцинация проходит в день осмотра терапевтом, вторая – через две недели, третья – через 12 месяцев. Правило номер два – одевайтесь правильно. Клещи, конечно, встречаются и в городе, но чаще они находят своих жертв на природе. Одеваясь в лес или на дачу, оставляйте как можно меньше открытых участков кожи. Заправляйте штанины в носки, надевайте перчатки, на рукавах – резинки. Голову спрячьте под капюшоном или шляпой. А после похода обязательно осмотрите себя на предмет клещей. Правило номер три – страховка от укуса клеща. Конечно, от самого укуса никто не застрахует, но уменьшить затраты времени и денег на последствия укуса можно. Страховка покроет расходы на врачей, анализы, лекарства и реабилитацию, если вдруг окажется, что укусивший клещ был энцефалитом. Что делать, если укусил клещ? Заметить на себе клеща бывает сложно, ведь его слюна обладает обезболивающим эффектом, потому часто можно увидеть уже не клеща, а след от его укуса. Выглядит он как небольшое красное пятнышко, которое со временем увеличивается и обрастает рамкой. В этом случае важно как можно скорее сдать кровь на инфекции и, исходя из результатов, действовать дальше. Если же нашли клеща, вариант 1 – удалять как можно скорее. Лучше, если рядом будет медучреждение, но если нет, возьмите пинцет или нитку и аккуратно, раскачивая, вытяните клеща. Давить, применять силу или пытаться удушить маслом ни в коем случае нельзя. При защите клещ может выплюнуть слюну или содержимое кишечника. Именно в них и живут инфекции. Дальше – обработать место укуса, поместить клеща в банку и как можно скорее отправиться с ним в лабораторию. Там по результатам анализов уже подскажут, был ли клещ безобидным. А если нет, что делать дальше?